Как жизнь? Нормально? Тут говорят, ты истощенный. Это правда? Во! Че говоришь? Во, во, во! Я так же думаю, правильно говоришь. Разве истощенный так лает? Только на любовь действует. Только на любовь действует. А где Ирина Богдановна? Здравствуйте. Сегодня будем пальцем тыкать спину или нет? Смотри, а то пальцем ткнут спину. Не лай так сильно. Молчим? Молчание честный ответ. Ирина тоже на контакт не идет. Не разговаривает, пальцем не тычет. Что-то как-то неинтересно даже. Ладно, это еще непростительно. Только что я ее сам видел, как Ирина Богданова с ног сбила собака цепью. Собаки чуют, кто добро творит, а кто зло. А другая собака покусала. А третий телефон какому-то из волонтеров разбила. Только он так зубы показывает, что его гладить неохота. Вас можно узнать, как спина. В порядке? В которой мы якобы спину поломали. Точно, не упокоит. Не упокоит, тоже не разговаривает. Не зря ты его пустила. Он опять все перевернет наизнанку. Ты не знаешь искусства журналистики. У вас тоже система дозор появилась? Да. Классно. Надо, чтобы все с такими ходили. Сразу будет видно правду все. Состояние животных не критичное. Собаки будут в удовлетворительном состоянии. Когда-либо были выявлены случаи жестокого обращения с животными в данном приюте? Ни разу не было выявлено. Критических случаев есть? Критических нет. Прогресс есть в приюте? В сравнении с тем, конечно. Если вы считаете неправильно, подавайте на нас в суд. Так вызывай полицию, ем-мое. Цветнадзор вынужден за ней бегать. Туда побежали, сюда побежали. Еще там, не знаю где. Это дестабилизация работает. Уже сколько раз полицию вызывали. Бесполезно, все равно бегают. Ты зачем свою бодку покрасил желтый цвет? Что, не мог вон там покрасить? Ты, смотрю, тоже... Ну, давай. Вадим Мированович, что ты газуешь? 180 собак, еще и кошки тут, да? Почему вы реагируете на каждую их жалобу? Необоснованно. Так а где эта прокуратура? Я здесь ни разу не видел. Почему они вас в мороз отправляют, а сами не приезжают? Продолжение следует... Здравствуйте. 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 Вас можно узнать, как спина? В порядке? Как ваша рука? Зажила? Да, спина тоже позвоночник зажила. Когда мне его сломали. На первый взгляд кажется, что это грабитель или мошенник. Респондент Евгений Неупокоев приехал. Ребята, ну вы же нарушаете закон. Блин, я журналист так и так. Я понимаю, что если камеры выключат, сейчас бить начну. Молодой человек, а зачем вы зашли на территорию? Работает техника. Покиньте, пожалуйста, территорию. Вообще не реагирует никакой реакции. И потом... Ещё я с кашлем с таким. Спасибо, заряд. А где ваши операторы? Какие вот шикарные ворота стали. А куда забор-то дели? А разобрали? А что так? А что там посадили? А-а-а. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте. У вас тоже система дозор появилась? Да. Классно. У нас что, все с такими ходили? Сразу будет видно правду всё. Только она ревизор, а не дозор. Ну, хоть что-то. Так, ну что, позвонить врачам? Спросить, где они есть? Классован. Здравствуйте. Мы сейчас ждём ветеринарный центр ветеринарных врачей и будем приступать. Нам пока посмотреть, как будет территория, а потом собак? Можно так. А где Ирина Богдановна? А где Ирина Богдановна? В Красном? Здравствуйте. Сегодня будем пальцем тыкать в спину или нет? А вы меня сейчас пальцем тыкнули, да? Да. У меня к вам просьба, не тыкайте больше людей, не подходите к ним сзади. Меня просто удивляет ваше отношение. Ну, я же вас пальцем не тыкаю в спину. А вы меня сейчас пальцем тыкнули, да? Это мой палец-то, господи. Ещё и материтесь. Это что, это вот такой дегалог, да? Вот это и есть настоящее волонтёрство. Тыкать пальцем сзади, да, подходить, а потом говорить, что вам кажется. Вам понравится, если кто-то будет подходить к вам сзади, тыкать пальцем в спину. Я вас тыкнула, я тыкнула, Ирина тыкнула. Что вы с этим тыканем докопались? В смысле отойдите? Я же вам не говорю, отойдите. О, первый раз, первый раз, пожалуйста, прозвучало. Я ждал, благодарствую. Обращайтесь. Вот она, ваша культура общения, девчонки. А вы что доказали? Что вы живодёры? У меня просьба, держите язык за зубами. Да, у вас очень нехороший язык. Я? Вы живодёры. Вопрос ко мне? Об этом все, и вы тоже. Вопрос ко мне? Если вы им помогаете, вы такой же. Так провокация-то с вашей стороны обычно, а не с нашей. Молчим? Молчание честный ответ, благодарство. Молчим? 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 что-то это си тв не проходит ты их не пускаешь ли пускаешь что он взял сам зашел без разрешения ты их пускала ангелина как его фамилия забывают постоянно нет которому якобы спину поломали точно не упакое не упакое ты их пускаешь или нет да надо было маленький маленький надо было а а а и и а а а Ангелин, а что за самовольные хождения? Так вызывай полицию, ё-моё! Ну сколько можно? Вы понимаете, что веднадзор вынужден за ней бегать? Это дестабилизация работы веднадзора. Это что такое? Опять побежала? Что она не видела этих собак что ли? Что вот она там делает? Она сюда ходит каждый день. Мы её каждый день. Зачем её отпустили без нас? Да она сама бегает. Уже сколько раз полицию вызывали, бесполезно, всё равно бегают. Волонтёры передвигаются. Попросили же не выходить. Вот так все вынуждены ходить за волонтёрами. Туда волонтёры, туда и ведет. Тихо! Первое предупреждение было. Второе предупреждение. Дважды предупредили следующее применение физической силы по 19.3 не выполнение законных требований сотрудника полиции. Первое предупреждение вам. Потому что инструктаж проводили, вы все подписывали. Вот ей скажите об этом. Сейчас скажу. И вызывайте полицию сами. Они вам работать мешают по сути, а вы бездействуете. Почему я так говорю? Потому что у меня доверенность есть от Ангелины. Я имею право... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня есть? Какой форм у нас? А запасы? Нет, а мы же хотели, даже предлагали вместе ходить и кормить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кстати, мы самое главное забыли еще. На воротах у вас график же висел и посещение. У нас же не работает еще приют. Мы же не сдались как приют. У нас придержатся животные. Нет, ну смотри, а если кто-то хочет просто прийти, допустим, и взять животное себе. Нет, тогда какой-то телефон, какой-то график там. Сети контакта. А за море тоже нужно что-то подержать, чтобы... Вдруг кто-то проходит мимо и захотел собачку здесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, конечно, мимо. Вот надо несколько раз прийти, познакомиться с собачкой, а потом он придет и может взять собачку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А так вот пришел, взял собачку. Нет, это у нас только люди. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Определенные люди так делают. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 машина здесь заведенная печка включена погреть спецназ при маска Здрасьте. Здрасьте. Ааа, да ты че? Все жалобы мы будем заходить. Четыре врача всей жалобы. Хорошо. Так, еще знаете что? У нас есть вот эти жалобы, которые переданы в обычном режиме. Вы видите себе там, как есть? Сейчас тоже... Ты отдал этот листочек? Да. Да. Утрой. Утрой, да? Да. Жду вас. Я с кем-то по телефону разговариваю? С кем-то? Адрес. С вашим билетом. 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 Так, еще кто будет дальше вести это или будем стоять? Время идет. Врачи нужны. Документацию оформляем здесь. Такие бумаги все есть. В Соболе оформляем. Где что-то чего-то. Проходим, смотрим. Показывай. Кто? Врачи. Здравствуйте. А подскажите, вы здесь по какой причине? Без комментариев? Ну так и скажите, что молчать. С журналистами не хотите пообщаться? Ясно. Молчание честный ответ. Благодарствую. Может вы прокомментируете? Пока рано. Чтобы повторить эту пробу. Не неразначен. Ясно. Ясно. Омно. Так, что следующее вы хотите посмотреть? Поджопник работает? Да, тут уже будет. Я замерз. Я вот сижу в машине. Замерз. Ангелина таскает миски. Беременная женщина в минус 25. Кормит собак в одиночку. Во время проверки ветеринаров и волонтеров. Пока идет проверка, она кормит собак. Муж вынужден на работе работать, чтобы хоть как-то собак прокормить. Берем Орбан. Берем. Продолжение следует... Что, опять себя начипываю проверять? Ну, это больше, конечно, для врачей, потому что они осмотрены, потому что они сверились и списывали. Что, видео-то посмотрели? 16 штук наклепал. Вот это 17-е будет. Последние не смотрел я. Посмотрите, особенно не упокоив там. Посмотрели? Субтитры сделал DimaTorzok 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 чтобы я так понял они в этом месяце поставили забор не было забора не знаю давно тут не был с лета я в сентябре последний раз это вот все один максим делает вообще почти никто не помогает я смотрел они в группе помощники помогали конечно не много людей желают помогать увы а 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 и и и и и Вот в этом домике есть сено много, вот в этом домике. Ну нате, смотрите, я принесу. Давай-давай-давай-давай-давай. Александр, насколько я помню, Ангелина была против, чтобы сено раскладывали, потому что сено является разносчиком инфекций. Хорошо, тогда у нас альтернативно нет подстилки, кроме сено и салона. Здесь только используется сено и салон. Матрасов здесь я нигде не видел. Ну матрасы тем более в шидоблоке. Просто я считаю это некультурно, помимо хозяйки тут хозяйничек. Ну если вы считаете неправильно, подавайте на нас в суд. Ангелина Игоревна сказала, открывайте, заходите. А сено я ничего не говорила. Ничего. Поэтому так и не посмотрели. Давайте. Вы хотя бы согласовали. С Ангелиной могли согласовать. Зачем хозяйничать? Смотри, иди сюда. А не бойся, иди сюда. Лучше оставить собаку мёрзнуть. Она и так сколько дней уже мёрзла. Нет, я не говорю об этом. Я говорю о том, что надо согласовать свои действия с хозяевами. Я думаю, она будет неправильно. Так вы спросите хотя бы. Вы думаете. Ангелина, они там без тебя хозяйничают, сено раскладывают по будкам. Добро давишь? Конечно. А то они, я смотрю, хозяйничают даже не заикаются. Хозяйка рядом, они не спрашивают. Хозяйничают, как хотят. Ну, и мы ждем качать. Наши соломы кладут. Я думаю, с ней всё нормально. Нормальная солома? Конечно. Ангелина дала добро на сено. Хорошо. Только это делается наоборот. Сначала добро получается, а потом сено раскладывается. Нормальная солома. Я не могу. Ага. 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 Ну что, согрелась? Почему? Не хочешь? Там холодно. Там не просто холодно, там еще какие-то люди ходят в масках. Наши? Да-да. Пойду, посматриваю. Александр, а с вами женщина в прошлый раз была такая с юмором. Ну и что? А где она? Работает там, что у больных суток. Что говоришь? Не помешает? Нет. А как ты их одна кормишь? Руками. Ты же в положении. Ничего. Макс что на работу устроился? Вынужден? Ну надо тянуть, пусть помогает. Я сейчас вообще уйду и не смогу работать. Он работал по полдня ходил, а сейчас у него объект надо закрыть срочно, что там стройки горящие. И он какой-то курируемый, комаровый что-то там такое. Им надо срочно сдать там на тебе. Школу что ли строить? Нет. Индустриальный парк, я в них не понимаю. Зашибись. Да. Но он сильно выиграл. Мне бы сейчас подставку подказать. Чтобы разогревать еду. Что? Еду, чтобы греть быстрее. Подставку под казан сварить надо. Мы же металл-то нашли, сейчас надо, ну, чтобы сварить. А он до 8-ми работает. Куда ему? И получается, что на само разогрев вот этой жрачки, она же замороженная, уходит примерно часов 6-7. А потом, короче, ты только кормишь. Это сильно выбешивается. А этот, есть же сварщик какого этот? Как-то он вроде, видишь, так порвался. Сейчас холодно, может быть, ничего. Ты с ним разговаривал? Максим, по-моему, звонил. Ему? Да. Он что-то просил, но, видимо, не получилось что-то. Еще процесс не получил. Я просто переживаю, что у Максима толку-то сварочного-то, ну, как бы, немного, чтобы потом не получилось, что оно как бы все развалится. А что, инструменты здесь есть? Да, сварочник есть. А этот? Сварочник тоже есть? Да, мы же его купили сюда. Он вольер еще сварит, он в нашем оборудовании. То есть надо просто, чтобы нашелся сварщик? Сварщик, который сварит, да. Придет, сварит? Потому что, ну, тут они успевают вообще. А сколько это по времени займет там? Часа три? Я не знаю, часа три, наверное. Если сварщик сок, опытный, он это очень быстро сделает. Народ, если у вас есть сварщик, который может сварить подставку под казан, чтобы можно было еду разогревать, позвоните Ангелине, помогите приют. Потому что сварщик, этот, сварочник на месте, электроды все есть, да? Материалы все на месте. Просто подъехать и сварить. Я не представляю, как мы, как, как это вообще. 180 собак, еще и кошки тут, да? Я кормлю только 150. 150? Да. Остальные Таня кормит и Света. Ага. Ну, все равно 150 собак, каждый день кормить. Дважды в день? Ну, да. Я тут пять минут, я не могу выдержать на такомороде. А когда ты кормишь, жарко становится, на самом деле. Наоборот, мокрый выходишь. Все дело в том, что здесь главное начать, когда руки начинают коченеть. Быстренько их один раз погрело, а потом уже организм сам, ну, фори, ты наоборот, даже зайти боишься, потому что остываешь. Ирина тоже на контакт не идет. Такая Мазурина? Нет, Богданова. Ну, она Мазурина сейчас. Да? Мы же выяснили, что она там уж вышла. А-а. Это она Мазурина. Я говорю, что за Мазурина, что за Мазурина? Не знаю. Я говорю, Ангелина, я замуж вышла. Ну, это не разговаривать, пальцем не тычет. Что-то как-то неинтересно даже. Нет. Ну, покоих тоже не разговаривает. Он со мной поговорил здесь. Да? Интервью взял, да? Интервью взял. Ну, посмотрим сейчас на выход. Да, не зря ты его пустила. Он опять все перевернет наизнанку. Он же пусть будет как будет. Он же с мамой на самом деле давно. Надо было в моем присутствии брать, чтобы он разговаривал. Адон сейчас вопросы позадает такие, а потом вырежет, что ему надо. Ну, он там вообще никуда сюда не спрашивает. Он, наверное, не спросил, сколько последств помогает. Ты не знаешь искусство журналистики. Да? Да. Там берешь интервью, человек говорит «да», а по телевизору показывает, что он «нет, нет, нет». Понимаешь, все наоборот можно перевернуть. Он поинтересовался, а город помогает. Я говорю, ну, мы запросы написали, но пока не изыскали возможности. Я уклончиво ответил. Не знаю, чего ты не добиваешься этими проверками? Вместо того, чтобы помочь. Ну, он подвел к тому, что... Вы думаете, вы говорите, чего проверками? Мы думаете, это наша инициатива. Да, мы знаем, что... Так мы знаем, что вот эти... Да и лап уже вы не проверяете. Вот они рядом к соседям нашим. То же самое собаки. Тоже верблока нет. Пожалуйста, мы должны вот и отреагировать. Мы первый раз отреагировали, а не второй раз вообще написали, что мы вообще ничего тут не проводили, вообще ничего мы не смотрели. Так это я в курсе, все. Я же тут 16 видео уже снял. Вот это 17-е будет. Я все это вижу своими глазами. Я и на проверках был, и полицию тут вызывали на них. Я же все это вижу. Я здесь, в поле, на месте. Вопрос не в том, что мы... Вопросы надо сделать. Я еще раз говорю, чтобы это основное. Сделайте, где можно будет осмотреть животное. Есть больное, осмотрите. Но что вот их всех ходить и читать, и смотреть? А их там не наводишься. Мы на 30-м животном уже все, на издыхе. Да я тоже не вижу смысла ходить каждое животное. Да, они да. Вот то же самое летом делали. Ну вот я тоже думаю. Вот они увидели там две собачки. Одно ушко течет, второе там лапка хромает. Ну вот этих двух собачек, смотрите. Ну ты же все равно сюда ходишь, точно знаешь, кого показать. Они так греются, что ли? По-моему, они еду там нашли. Ну да, они там эти зерна ищут. А что про сено? Ты же летом запрещала сено эту. А зимой-то можно. Зимой можно? Она летом преет, там в них лосоеды. Зимой они не активные. А летом богатая микрофлора, в которой... Солома это же живой организм. И в нем, соответственно, после сырости заводится. Ну это гниет. Ну да, да, да. Ничего приятного в этом нет. И летом мы не кладем. А если кладем, то это на следующий день нам сразу убирать. Ну и как бы лучше какие-то подушки или одеялки. Ну это как бы... Ну искусственное. Мужчина, я хотел сказать, что... Владимир Иванович. Владимир Иванович, проблема не в вас, а и не в приюте. А в том, что вот сейчас вот приехало... Понятно, что вы приехали по заявлению, да, отработать. Но вместо того, чтобы быстро это все сделать, да, и не отнимать время ни у вас, ни у нас, ни у кого, и быстрее собак накормить. Вот мы, по сути, вот я смотрю, вон, прям видно, как вся комиссия бегает за так называемыми волонтерами. Вот они вначале тут начали бегать, им сделали предупреждение. Но я смотрю, они дальше продолжают. Туда побежали, сюда побежали. Ну мы говорим о точечной проверке, правильно? А сейчас идет какая-то, это, удар по площади называется. Ищу там, не знаю где. Мы отрабатываем по жалобе, работаем по жалобе, что они... Так жалобы что, на всех собак было? Конечно. Было написано, что клинически, что мы выехали и не осматривали животных. Да как не осматривали? При мне раз в пять приезжали только. Ну было написано повторное. Вот они сколько раз только ходили и не осматривали. Так а почему вы им не отказываете-то? Я не понимаю. Почему вы реагируете на каждую их жалобу? Необоснованно. Вот сейчас, вот это вот будет сейчас общая. Так летом уж была точно такая же проверка. Такая же была. Они написали, что вот сейчас вот будет прокуратура принимать. Мы работаем по прокуратуре. То есть нам природоохранная прислала документы. Пожалуйста, то все вот мы и выехали по ней. Ну а они что не отказывают? Конкретно, конкретно пришла от природоохранной. Не, а что, закона нету никакого, что раз в полгода максимум проверки? Почему? В неплановой, по жалобе. Так а в неплановой что? Каждый день тогда получается могут быть? Это на усмотрение от прокуратуры. Считает она, что это просто? Это нет. Так а где эта прокуратура? Я здесь ни разу не видел. Ну, жалко есть. Почему они вас в мороз отправляют, а сами не приезжают? Это не ко мне. Мне написано, я исполняю. Я сам на 10 лет, я не знаю, сколько проверок было. Я уже со счета сбился. 16 видео как минимум отснял. Уже симулируешь. Не на все ездишь. Симулируешь? Да. В смысле, уклоняешься, дезертируешь? Да. Ну, извините, у меня своя жизнь. У людей другие проблемы есть. Другим помогаю. Я же не могу тут целыми сутками ночевать. Он же может укусить. Вот это он укусил ее. Кого? Кого он за? Когда она лезет же снова, блин. Так это врачиха какая-то терапия. Она не терпает. Насыпала корм и лезет. Что ж ты лезешь? Сейчас он тебе отпустит. Так он вообще, он же игривый. Да, он играл. Меня он ни разу не кусал. И люди к нему подходили, тоже ни разу не кусал. Здорово. Ты что, говорят, кусаешься? Да я не кусал. Не видишь, мы кушаем. Все покушаются. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА